В результате пожара в деревянном частном доме на улице Калараша одну из местных жительниц доставили в больницу. Скорая помощь потребовалась пожилому человеку, который мог передвигаться только с помощью ходунков. Пенсионерка находилась достаточно далеко от места возгорания, в смежной квартире. Но пожилой человек так переволновался из-за происшествия, что слишком поздно сообразил, что надо запахнуть на себе одежду. Соседям было не до нее, все внимание погорельцев было приковано к огню. В результате пенсионерка опомнилась лишь после того, как получила значительное переохлаждение. Именно с этим диагнозом пострадавшая была госпитализирована в 11-ю горбольницу. Загоревшийся дом уже давно разделен на четыре отдельные квартиры. Мужчина, который в ответе за ту часть жилья, в которой появился огонь, был дома. Он первым поднял тревогу и позаботился о том, чтобы его соседи покинули квартиры. Это случилось еще до приезда пожарных. Сами местные жители с огнем совладать не смогли. В качестве утеплителя снаружи деревянное строение было обшито пенопластом. По этому материалу огонь быстро распространился и охватил весь дом. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось 3,5 часа. На улице Складской, в частном секторе, расположенном у остановки «Первый магазин», деревянный дом загорелся сегодня ближе к утру, в начале пятого. Когда пожар заметил ближайший сосед, горело уже не только само одноэтажное здание, но и надворные постройки, вплотную прилегающие к соседскому участку. Мужчина волновался в первую очередь о том, что огонь может перебраться к нему во двор, где стоит автомобиль. Отогнать его подальше очевидец не мог, так как иномарка неисправна. А по горельце сосед мог сказать лишь одно. Горящий дом принадлежит пенсионеру, который живет в другом месте, в благоустроенной квартире. Хозяин вспыхнувшего строения крайне редко появляется на этом участке. Пару дней назад сосед заметил, что в пустовавшем доме появилась пара молодых людей. Насколько законно они обосновались в избе пенсионера, сосед не интересовался. Как объяснил мужчина корреспонденту съемочной группы, он посчитал, что его дела, творящиеся за забором, не касаются. Автомобиль, водитель которого якобы был замечен в грабеже, был остановлен полицейскими в южном микрорайоне. На перекрестке улиц Суворова и Ворошилова. По словам заявителя, шофер из этой Тойоты Короллы отобрал у него сотовый телефон во дворе дома, стоящего на Бойко-Павлова. Задержанный же объяснил, что Крась, собственно, ничего не собирался. Заявителя он подвозил в качестве клиента, как таксист. Пассажир не смог расплатиться и сам оставил телефон в залог, пообещав тут же вернуться с деньгами. Однако даже спустя 40 минут таксист не дождался обещанной платы. Он уехал с Бойко-Павлова лишь после того, как получил от диспетчера новую заявку. С таксистом полицейские смогли разобраться довольно быстро. Телефон нашли. Гораздо сложнее оказалось дознавателю общаться с так называемым потерпевшим. Он оказался слишком пьян для того, чтобы участвовать в допросе. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...